Необходимые препараты. Каких лекарств не хватает в аптеках Сарова? Весной 45-го Клуб военной исторической реконструкции представил свой фильм. По просьбам собаководов, в Сарове появилась площадка для дрессировки и выгул животных. Далее расскажем обо всем подробно. В марте с прилавков магазинов начали сметать гречку. Сейчас дефицитным товаром стали некоторые антибиотики и противовирусные препараты. Лекарства, которые назначают врачи при ковиде и обычном ОРВИ, найти в аптеках все труднее. А ведь иногда они бывают жизненно необходимы. Цифотоксим, левофлоксацин, орбидол и грипферон. Лекарства, которые, по словам саровчан, так просто сейчас не купишь. Жителей стали спасать социальные сети. Если не нашел нужное лекарство в аптеке, можно бросить клич в интернете. Саровчане охотно откликаются на подобные призывы. Ребята, кто в курсе, где в городе купить азитромицин и грипферон? По всей России такая ситуация. Спасибо правительству. Азитромицина вообще нигде нет, даже в НН. Брала в аптеке Сарову в детской поликлинике на Курчатовой на Советской. Здравствуйте, нужны флаконы ЦФТоксим. У кого имеются они без надобности. Один или два. Куплю. Нужно доколоть курс. Продаются и есть они в Цатисе в аптеке. 20 рублей флакон. Один флакон есть, отдам. Брать лекарства у незнакомцев медики не рекомендуют. Мы решили обзвонить аптеке города и уточнить наличие препаратов, которые так ищут саровчане. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у вас есть сейчас наличие ЦФТоксим или Левофлексоцин? Нет, таких нет сейчас. А обычный орбидол, грипферон? Тоже нет. В большинстве аптек заявленных лекарств действительно нет. Но кто ищет, тот всегда найдет. Из 10 заведений, до которых нам удалось дозвониться, в одном мы все-таки смогли разыскать левофлексоцин, который привезут через несколько дней. Также фармацевт предложила альтернативный препарат. Мы отправили запрос в городской штаб по противодействию распространения коронавируса, чтобы узнать, почему возник дефицит препаратов, кто должен решить эту проблему, и как скоро в аптеках снова появятся необходимые антибиотики. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Срезанные деревья и невысокая горка распиленных стволов. Еще неделю назад на этом пустыре высился ровный частокул лесных насаждений. Вместе с соседними деревьями он служил естественной границей между Яблоневым садом и поселком Тис, создавая уютную атмосферу тихого и уединенного места. Да и просто полюбился жителям как привычная часть не самого богатого местного пейзажа. Поэтому внезапному появлению рабочих с бензопилами те были, мягко говоря, не очень рады. Как выяснилось позже, деревья пали жертвой амбициозных планов одной из компаний сотовой связи. Место расчистили под строительство новой вышки. И хотя людей заверили, что все делается в строгом соответствии с буквой закона, у жителей Яблоневым сада остались вопросы, на которые никто так и не дал ответ. Почему именно в этом месте? Почему нельзя выбрать другое место, где уже нет леса, чтобы не вырубать? Вот чуть дальше вы проедете, и лес стоит между Яблоневым садом и новой дорогой ВП-4. Там был вырублен большой, огромный часток леса для хранения щебня и песка. Почему там нельзя было построить? Там и подстанция рядом ближе. Здесь же теперь придется им как-то тащить все кобеля. С Анастасией соглашается и другая жительница Яблоневого сада Елена. По словам женщины, вырубленные в районе улицы Нижегородской деревья, это далеко не первая потеря, которую несет местный лес. И если так пойдет и дальше, зеленый цвет может напрочь исчезнуть из окружающей поселок Палитры. Вокруг Яблоневого сада идет постоянная вырубка. У нас была лесозащитная, какая-то там ветрозащитная полоса. Ее вырубили вот под строительство уже участков для многодетных. И вот между нами и Тизом, как бы последняя маленькая вот эта полоса, ее тоже вырубают. Пообщавшись с беспокойными жителями и выслушав их претензии, мы обратились за комментариями в городскую администрацию. И вот что нам ответили. Оператор выбирает участки города, где, по их мнению, нужно произвести охват связью данной территории. И эти места в своем обращении указывают. И мы уже их рассматривали. Если они соответствуют всем, то мы не имеем права отказать. Это определяется документом, который дает право застройщику проводить земляные работы. Канал 16 готовит отдельный материал про озеленение яблоневого сада и планы на благоустройство коттеджного поселка. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Сейчас проходит операция Дебитор по 24 ноября. Поэтому при задержании лиц обязательно необходимо проверять на наличие неоплаченных штрафов. Рабочий день участковых начинается с инструктажа начальника. В журнал они записывают основные задачи. Дальше полицейские отправляются на участки. Большую часть времени занимает работа именно там. Участковый обходит территорию, разбирает заявления и сообщения граждан. Обращаются с любыми вопросами. Начиная от раздела имущества, как составить заявление, как обратиться. Уже по разным вопросам. То есть любые граждане шумят соседи, скандалят, лает собака, воруют, не отдают деньги. Последнее время учтили случай мошенничества. Андрей Тилин в органах правопорядка 21 год. Начинал он с патрульно-постовой службы. По словам мужчины, участковый и разноплановый сотрудник. Он проводит профилактическую работу с организациями в общественных местах. Выезжает на место преступления. Ошибочное представление, что мы занимаемся только семейными скандалистами и собаками. Нет. На место преступления мы выходим. Выходим с завидной периодичностью. Выполняем все процессуальные действия, которые нам предусматривает уголовно-процессуальный кодекс. В полном объеме. Мы можем, в принципе, делать все за следственную оперативную группу. Это дело. Часто соровчане обращаются и по личным вопросам. В работе участкового очень важно иметь терпение и уметь находить подход к каждому жителю. Начальник на производстве на своем общается с определенным контингентом, который у него работает. 20 человек, они не меняются на протяжении нескольких лет. А здесь у тебя несколько тысяч населения. И при том они разносортные, если так можно сказать, если применимы к людям. Они разных возрастов, разных социальных групп. И, соответственно, очень сложно подобрать иногда язык. Главная задача участкового – поддерживать порядок в своем районе и предотвращать преступления. Во время пандемии поквартирные посещения полицейские ограничивают. Но всегда стараются решить проблемы граждан. В основном заявки поступают на горячее. Линия 977777. Все мы этот номер хорошо уже знаем за этот период. Они поступают туда. Все эти заявки, скажем так, приходят к нам в общий чат, в общую беседу. И волонтеры, которые уже там работают с весны, и мы тоже там присутствуем, мы берем эти заявки по возможности. Ресурсный центр берет заявки и распределяет их среди своих волонтеров. Кто может, у кого сейчас возможность, время, или он там находится в этом месте. То есть проводим такую работу. Когда число заболевших стало расти, коечный фонд решили разгрузить. Для бессимптомных больных, которые живут в общежитиях, выделили отдельное здание. Добровольцы регулярно помогают и им. При работе с зараженными волонтеры используют средства индивидуальной защиты и избегают прямых контактов. Все волонтеры, которые оказывают помощь людям с ковид, они прошли специальное обучение. То есть они знают, что обязательно нужно пользоваться средствами самозащиты. Это маска, перчатки, антисептик. Они не входят в помещение, в котором находится человек. То есть не в квартиру, ничего не трогают. Если они принесли продукты, они там оставляют в подъезде на ручке. Если человек должен оплатить, то это, конечно же, преобладание переводом на карту. Записаться в волонтеры ресурсного центра может каждый, кто хочет помочь людям и понимает, что готов это сделать. Вячеслав Бурлаков считает, что добрые дела нужно делать в любое время. Но сейчас они важны, как никогда. Волонтерская помощь нужна была всегда, а сейчас в такие мягкие времена она нужна особенно. У меня в моем графике есть свободное время, и я стараюсь уделять его на помощь людям, которые находятся на самоизоляции, которые попали в такие непростые жизненные ситуации. 5 декабря в дистанционном формате подведут итоги конкурса «Доброволец Сарова-2020», на котором определят самых неравнодушных к чужой беде саровчан. Подробности в группе ресурсного центра добровольчества ВКонтакте. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ну вот такое у меня сердечко получилось. Порой хочется вспомнить детство. Сыграть в классике у дома или сделать поделку. Анна Первухина выбрала второй вариант. Она проверяет заготовки к мастер-классу для ребят дошкольного возраста, которые в фонде «Дорога в жизнь» проходят регулярно. В рамках проекта «Мастерская чудес» педагоги готовят 12 тематических занятий, на которых малыши познакомятся с традициями и обычаями русских праздников, а также с народной культурой. Это именно специализированная серия мастер-классов, направленная на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка. Поскольку задействованы детки дошкольного возраста, это очень интересное состояние, когда ребенок как губкой впитывает, и можно максимально четко раскрыть его потенциал, увидеть вот эти его основные сильные качества. И именно с этой позиции, с этой теорией мы вышли как раз на конкурс. Организация ветеранов военно-морского флота участвует в конкурсе грантов уже третий год. Впервые они получили субсидии с бюджета города в прошлом году. Это позволило начать грандиозную реконструкцию музейных стендов. В этом году ее завершат. Мы сами разработали дизайн этих стендов, сделали так, как нам удобно, именно и для края, чтобы они могли максимально демонстрировать экспозицию, те предметы и вещи, которые у нас хранятся, и переданы в музеи, вставляющие эти экспозиции, ну и также обеспечить хранение имущества для тех же, опять же, стендов экспозиции внизу. Фонд «Дорога в жизнь» и Саровский музей военно-морской славы вошли в девятку лучших социально ориентированных некоммерческих организаций Сарова, выиграв конкурс на предоставление субсидий из бюджета города. Заявку на грант подали 13 претендентов, отобрали самые яркие и полезные для саровчан идеи. Мы же еще оказываем консультативную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Мы всегда готовы помочь, подсказать, проконсультировать, ну чем, собственно, мы и занимаемся. Если к нам обращается социально ориентированная некоммерческая организация за помощью, мы всегда помогаем. На реализацию заявленных проектов организации получат по 100 тысяч рублей. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Время для молодых и активных. В этом году свои проекты, направленные на развитие Сарова, участники молодежных общественных объединений будут представлять онлайн. По-другому провести традиционный форум «Время выбрало нас» не получится. Программа встреч на интернет-платформах рассчитана на три дня. Первый день, 27 ноября, посвятят решению технических вопросов, подготовке презентации и консультациям по проектам. Само открытие форума пройдет 28 ноября. Это будет небольшой психологический блок, интересная беседа с людьми по навыкам самопрезентации. Ну то есть такие вещи, которые, может быть, они уже слышали, но в этот раз они, наверное, может быть, узнают что-то новое для себя или услышат то же самое, но в новом формате. Второй блок – это конкурс молодежных проектов. Он называется правильно «Городской конкурс молодежных проектов инициатив». Защищать проект участники будут в воскресенье. Направлений, как всегда, много. Это волонтерство, патриотика, поддержка молодых семей. Но новая реальность диктует свои правила, и в этом году появились проекты, которые касаются медиа и создания контента. «Молодые люди не очень приходят в онлайн и понимают, что им нужен качественный продукт в формате видео, в формате тех вещей, о которых они могут себе показать дистанционно людям. Потому что, несмотря на то, что очень многие сейчас сидят по домам, мы говорим о том, что все равно деятельность наша не останавливается, мероприятия проходят, и как их преподнести в сети – это очень большой вопрос. Поэтому есть проекты на создание чуть ли не приложения молодежного досуга в Сарове, есть проекты на создание целого медиа-контента волонтерской деятельности в Сарове». Защита будет проходить в офлайне. Один представитель от проектной команды сможет встретиться с экспертами. Победителем Департамента по делам молодежи и спорта окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы притворить идею в жизнь. Также в рамках форума в онлайне пройдет конкурс «Молодежь Сарова». «Мы награждаем самых активных, творческих, молодых, интересных ребят, которые проявили себя в течение нескольких лет. Это определенное количество, ну, то есть это несколько, там, от пяти до семи человек в разных направлениях, будь то волонтеры, студенты, работающая молодежь, молодые мамочки семьи и так далее, которые достойны звания гордости, молодая гордость Сарова». Заявку на участие еще можно успеть подать через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Сам форум будет проходить с 27 по 29 ноября. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Новую собачью площадку, которая появилась в нашем городе совсем недавно, найти достаточно просто. Нужно спуститься вниз по тропинке вот от этих вот свечек в конце улицы Харитона. Пройти метров 200, пожалуйста, вот она перед вами. Давайте рассмотрим поближе. Площадка для выгула и дрессировки собак появилась благодаря участию Сарова в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Во время обсуждения концепции благоустройства лыжной базы горожане предложили обустроить и территорию, где можно заниматься с четвероногими питомцами. «На данной площадке очень много различных малых архитектурных форм для дрессировки собак, поэтому, я думаю, любой собаковладелец сумеет найти для своего питомца необходимый, нужный формат дрессировки». На площадке есть специальное оборудование, позволяющее отрабатывать прыжки, преодоление препятствий, различные варианты бега и хождения по узкой дорожке. По периметру стоят лавочки, чтобы собачники могли пообщаться друг с другом и поделиться опытом дрессировки. Также на территории есть урны для мусора и специальный контейнер для собачьих экскрементов. Везти собаку до площадки нужно на поводке, отпускать только за ограждением. Закрыто. Пользоваться этим оборудованием пока нельзя. Но в департаменте городского хозяйства нас заверили, что площадку должны открыть до конца года. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Служба новостей, Саров-24. В наши закрытые города даже мышь не проскочит. Доказывает памятник города Заречного. А вы назовите другой город, где тоже есть памятник этому. Памятник пропуску в городе Железногорске загадали саровчанам участники из Новоуральска. На этапе разминки команды из городов присутствия «Росатома» задавали друг другу вопросы. Соперников определяли в процессе жеребьевки. В ответ команда нашего города придумала вопрос с подвохом. Пытались найти какие-то интересные факты и их обыграть в вопросе. Получилось, что мы выбрали самый простой, наверное, и самый веселый вопрос о том, какую выпечку любил академик Сахаров брать в столовой. Его бомба называется «Слойка», а вот мы просто решили пошутить. Во втором этапе вопросы командам задавали уже организаторы. Интеллектуальный турнир «День атомных городов» прошел в рамках проекта «Росатом вместе». Организаторы поставили очень интересную задачу. Они не ставили четких условий количества участников в команде, четких условий возрастных ограничений принадлежности к тому или иному предприятию и так далее. То есть они предложили такое условие, что в кадре два человека, а за кадром может быть хоть весь город, который вы там соберете на центральной площади. Костяк команды нашего города составили сотрудники разных подразделений «РФИАЦ» в НИЕВ, которые неоднократно показывали отличные результаты на чемпионате «Росатома». В вопросах по атомной отрасли помогли опыт и подготовка саровчан. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Весна 1945. Советская армия атакует фашистское логово. Сюжет к реконструкции участники военно-исторического клуба 1945 продумывали на протяжении нескольких месяцев. Ежегодное театрализованное действие обычно происходило весной на глазах сотен саровчан. Из-за пандемии собирать публику организаторам запретили. Поэтому осенью они решили снять видеореконструкцию. В начале года было потрачено очень много сил на то, чтобы даже эти танки забронировали, привезти их сюда. Там такая ситуация. И не провести это в каком-либо формате мы уже не могли физически. И пришлось весну 1945 перенести на осень. Над созданием 13-минутного ролика трудилась целая команда. Более ста участников реконструкции из Сарова, Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова, Рязани и Москвы. Операторы, звукорежиссер и монтажер. Снимали мини-фильм один день. Три недели занят только монтаж. Видео. И потом еще неделю собирали звук. Вот. Сергей, он собирал звук. Если вы слышали, то он тут почти долгий. На самом деле здесь звук 5.1 был сделан. И звук делался отдельно и собирался тоже вручную. Множество спецэффектов и графики придало динамики ролику. Конкретную мысль создатели в сюжет не закладывали. Но зрители оценили военно-патриотическую значимость видео. Реконструкторы – это вообще какая-то особая категория людей, потому что вы даже как-то эту историю не то что художественно демонстрируете, вы ее живую демонстрируете детям, нам, взрослым. Окунуться в атмосферу военных лет и оценить ролик с реконструкцией можно в интернете. Совсем скоро видео появится в группе ВКонтакте «Арт Саров». Третий год пионеры из Союза «Сияющие звезды» и старшеклассники из Союза «Статус» готовят для саровчан мероприятие к 9 мая. Задумывалось это все как проект «75 лет победы», но переросло в рамки юбилейного года. У нас на протяжении этих всех лет дополнялись. Начали мы по-скромному, а сейчас уже к 2020 году мы можем говорить о том, что это несколько проектных линий. Конкурс рисунков памяти поколений. И на основании этих рисунков создаются открытки, которые потом вручаются ветеранам Великой Отечественной войны. Делаются баннеры для оформления города нашего. Есть конкурс, даже не конкурс, а такой фестиваль видеороликов, когда ребята записывают стихи о войне и выкладывают их в соцсети. Всего пионеры сняли 20 роликов с военной поэзией. Видеооткрытки со стихами ребята подготовят и к следующему 9 мая. Но в этот раз они хотят привлечь к этому как можно больше людей. Поэтому к 76-й годовщине Победы планируют провести конкурс среди педагогов, учеников и родителей Сарова. Читать можно стихи, прозу или фронтовые письма. Видеооткрытки появятся в соцсетях и городских СМИ накануне праздника, в конце апреля-начале мая. А в День Победы их покажут на мониторах в торговых центрах города. Я предлагаю к этому дню, к 9 мая, сделать 76 роликов стихи и прозы о войне. И чтобы в этих роликах участвовали в съемках дети, любые с 1 по 11 класс, родители, любые желающие и учителя, любые. Проект «75 лет Победы» оценили на всероссийском конкурсе «Растим гражданина». Он вошел в число 25 лучших работ в номинации «Деятельность общественных объединений». Воспитанники детского дома творчества уже работают над планом новых мероприятий для проекта. Своё название в 2021 году он сменит. Теперь это память о Победе. Палитра в роли пенала и мольберт вместо привычной школьной парты. В учебных мастерских детской и художественной школы кипит работа. Ребят учат переносить на бумагу образы и настроения, правильно передавать игру света и тени, соблюдать естественные пропорции и придавать законченные своим произведениям. Точно так же, как полвека назад, еще в здании школы-интернат номер один это делали первопроходцы. Художники-энтузиасты, которые в далеком. В 1970 году открыли детям из глубоко засекреченного и во многом отрезанного от культурной жизни страны города двери в мир изобразительного искусства. Не было никакого оборудования, был очень бедный натурный фонд. Но отношения, вот отношения этих людей, которые начинали эту школу, было настолько трепетное и такое уважительное, что мы летали на крыльях просто в эту школу. В свое нынешнее здание на улице Академика Харитона детская художественная школа переехала в 1976 году. Эти стены стали по-настоящему родными для нескольких поколений соровчан. А кто-то и вовсе нашел здесь свое призвание. Как, например, Юлия Мордвинова, которая живет и работает в Норвегии. Это ее работы вы сейчас видите на экране. Другой выпускник, Денис Тарелкин, занялся промышленным дизайном, успев поработать над обликом спорткаров одной небезызвестной итальянской компании. Сегодня в детской художественной школе занимаются не только дети, но и взрослые, которые чувствуют себе тягу к прекрасному. Ну, мне кажется, у любого творческого человека, вот с детства, кто рисовал, и он всю жизнь продолжает. То есть это самовыражение. То есть он не может без этого. Он всегда рисует для себя, дома. Ну, я не могу просто не рисовать. За 50 лет существования детской художественной школы в нашем городе сложилось целое объединение людей неравнодушных к изобразительному искусству. Оно называется «Художники Сарова». Большинство его участников объединяет то, что когда-то еще детьми после школьных уроков они бежали в любимую художку, где их учили говорить на языке красок. У художника должно быть что-то, что он может сказать. Допустим, какие-то поэты или писатели свои произведения пишут и доносят свою мысль словом до читателя. У нас это изобразительные символы. Да, это рассказ, но изобразительными средствами. Празднование юбилея в детской художественной школе начали готовить давно. Но пандемия нарушила эти планы. Изобразительное искусство не может существовать без зрителя. Поэтому торжественные мероприятия решили перенести. Пока что на начало следующего года. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Молодежный библиотечно-информационный центр и объединение «Арт Позитив» связывает многолетняя дружба. Уютный зал библиотеки стал для художников вторым домом, местом, где можно встретиться. Поговорить за чашкой чая и, конечно, поделиться своим творчеством. С этими людьми всегда очень приятно работать, потому что такая вот атмосфера творческого драйва возникает, позитивные эмоции, которые передаются не только нам, организаторам, но еще и всем участникам таких встреч. Сейчас в здании библиотеки на улице Московской представлены сразу три выставки «Арт Позитива». Одна общая. В ее создании принимали участие все члены клуба. Акварель, масло, акрил, пейзажи, натюрморты и даже портретные зарисовки. Картины очень разные, но кое-что их все-таки объединяет. У нас возникла одна из идей, чтобы провести выставку, которая была посвящена зиме, снегу, новогоднему настроению. И она получила свое название «Пусть идет снег». А тем более сейчас снега нет. Очень хотелось бы, вдруг наши картины каким-то образом повлияют на Вселенную, и у нас наконец-то пойдет снег. У каждого изображения своя история. Иногда очень личная. Как, например, у этой картины, которая называется «Подарок Деда Мороза». У меня, когда родился первый мой внук, Вадим, у меня был вот такой медвежонок, и когда у него нажимаешь на лапку, он начинает песенки петь. И когда он приезжал ко мне в гости, он обязательно в первую очередь брал этого медведя, нажимал на лапку, ему звучала музыка, и он начинал танцевать. Вадим, когда эту картину я наконец-то привезла им, домой сказал, пусть она теперь висит у вас. Это было где-то ему 4 года. И мне его родители рассказали, что когда кто бы к ним не пришел домой, он всех приводил за руку к этой картине, показывал медведя, начинал петь песню, говорил, баба нарисовала. В двух шагах от основной экспозиции Вера Язева расположила свою персональную выставку «В опале березка стояла». Вместо холста и бумаги Вера Николаевна использовала бересту. Естественная фактура коры позволила придать изображениям особый шарм. И, наконец, третью тоже персональную выставку открыла другая участница арт-позитива Галина Жинжикова. Для гостей библиотеки ее работы станут цветотерапией, которая поможет развеять пелену негативных эмоций. Мне хотелось год такой достаточно тяжелый и сложный у всех, я думаю, а не только у меня. Хотелось какую-то сделать такую очень яркую, позитивную и в то же время такую нежную, женственную, что ли. Поэтому вот возникла эта тема «Цветы и птицы». Выставки художников арт-позитива будут работать в Молодежном библиотечно-информационном центре «Дамарта». Также познакомиться с работами участников клуба можно онлайн на официальной странице «Объединение ВКонтакте». Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Пандемия для пловцов и кара – не повод отступать от задуманного. Несмотря на все трудности подготовки, этой осенью ребята побили рекорды сразу на двух соревнованиях. Заниматься приходилось на суше в домашних условиях. Тренер присылала комплекс упражнений и проверяла правильность их выполнения дистанционно. Особо преданные этому виду спорта устанавливали бассейн дома. Наши ученики выходили из положения так. Многие закупали свои бассейны, занимались в них, отчитывались, что они делали. Нас также отметили в Нижегородской области то, что новое такое введение в плавание, заниматься у себя в бассейнах, на огородах, в частных домах, ну где они могли. На соревнованиях «Веселый дельфин» Держинский пальму первенства в команде перехватили девушки. Арина Дедушева, Олеся Потук, Арина Колобова и Анастасия Корнишина взяли золото в эстафетном плавании 4 по 5 метров в вольным стилем. В Нижнем Новгороде на первенстве области саровские пловцы установили новые рекорды. Гордей Барзанов взял две золотых и одну серебряную медали. Мы плавали 100 метров в вольном стиле. Я был в первом заплыве и я сразу после заплыва встал на первое место. И после этого мне сказали, что я еще поставил рекорд области по этому силе, по этой дистанции. Анастасия Корнишина мечтает стать олимпийской чемпионкой и уверенно идет к этой цели. Папа записал ее на плавание 5 лет назад, потому что и сам занимался этим видом спорта в школе. И вот сегодня девочка побила 10-летний рекорд. В первый день соревнования она поставила рекорд на дистанции 50 метров в вольным стилем и на следующий день улучшила свой результат. Я плывала дистанции 200 в раз, 100 комплексное плавание и 50 вольный стилем. На дистанции 100 комплексное плавание я выполнила первый взрослый разряд. Это была и моя цель. Проплыла я хорошо, результатом я довольна. В эстафете 4 по 50 метров спортсменки Анастасия Корнишина, Олеся Потук, Маргарита Синицына и Ника Дегтярева взяли бронзовые медали. В общей сложности с двух соревнований воспитанники Виктории Шалыгиной привезли домой золото, серебро и бронзу. Шире чуть-чуть, отнесла. Ближе к штангу пройди. Спинка на тени, Максим. Вот, и ровненько вверх. Сиди, сиди, вставай. Хорошо. Так проходит тренировка Максима Тараканова. Юный спортсмен пришел в секцию по тяжелой атлетике 4 месяца назад. Вначале он поднимал 8-килограммовые штанги. Сейчас увеличил вес до 25 килограмм. И останавливаться на достигнутом не собирается. Его новая цель – поднять 30 килограмм. Первым соревнованием Максима стал Кубок Нижегородской области, на котором он занял второе место. Мы ездили каждый год на эти соревнования. То есть, вот, соревнования интересны тем, что там выступают и взрослые, и дети, и ветераны спорта. Вот, они организовываются ежегодно, как бы, в Дзержинске, вот, спортивный дюж-химик. На соревновании мальчики выполняли два классических упражнения – рывок и толчок штанги. Максим Галкин занимается в секции уже второй год, и эта победа не первая в его послужном списке. Записался в секцию, потому что хотел стать сильнее, признается мальчик. Соревнования в Дзержинске – это уже третья его победа в тяжелой атлетике. В 2019-м я ехал в первый раз, и я занял первое место. В 2019-м я ездил второй раз и занял второе место. И в этом году я занял тоже второе место. Я хочу в будущем занять первое место. Я буду тренироваться ради этого. Секция по тяжелой атлетике работает в клубе по месту жительства Греции уже шесть лет. Сейчас Руслан Казабаранов тренирует 18 юных спортсменов. Записаться в секцию может любой желающий в возрасте от 8 до 18 лет.